Место под соснами. Фильм рассказывает историю профессионального мотогонщика, который становится преступником ради своей семьи. Решение, которое сталкивает его с амбициозным и неопытным копом, попавшим в отдел, управляемый коррумпированным детективом. То, что я сейчас покажу вам, вынесет вам мозг. В начале фильма зрителям показывают парня в доме на колесах, всего в татуировках, имеющего, по-видимому, бурное прошлое. Этот человек Райан Гослинг. Начало снято на настоящей ярмарочной площади, и все эти люди на самом деле не актеры. Они все смотрят на него, но это работает на сюжет, потому что он звезда этой ярмарки. Единственные актеры появятся в шатре, уже возле смертельного шара. Но все остальное – настоящее. В ту ночь никому не говорили, что планируется съемка. И никто не знал, что там будет Райан Гослинг. Они просто вышли из дома на колесах и сделали это. Сцена, открывающая фильм – это непрерывный план, снятый камерой с рук, который, конечно же, был хорошо спланирован. Этот впечатляющий начальный кадр из «Места под соснами» будет знаком поклонникам Мартина Скорсезе и Орсона Уэллса. Это сразу же говорит о том, что сейчас начнется очень амбициозный фильм. Даже не пытайтесь устроить такой спектакль, если не уверены в своем творческом арсенале. Оператор Джон Боббит сказал, что практически везде использовал только естественный свет. И установил светильники только в паре мест для задней подсветки или там, где было слишком темно. В конце сцены Райан Гослинг заходит в шатер цирка. И далее – внутрь этого шара, где он исполнит трюк с двумя другими каскадерами. Но дело в том, что шар на самом деле стоит там уже более 60 лет. И в Америке всего 22 человека, которые могут выполнить этот трюк. И Райан Гослинг – не один из них. Понятно, что для сохранения непрерывности плана они должны были придумать что-то с камерой. В результате мы имеем абсолютно незаметный переход от Гослинга на мотоцикле к очень опытному каскадеру. Вы, возможно, заметите, где происходит смена, но только если будете искать специально. Кадр неразрывен. И это называется «Техасская подмена». Давайте посмотрим еще раз. Секрет в том, что никто не заметит подмены после того, как он надел шлем. Камера следит за ним вот так. Отходит назад и вокруг. Он покидает кадр. А камера подъезжает к двум другим готовящимся каскадерам. В этот момент каскадер-дублер заходит в клетку, а Райан скрывается за толпой. Это очень простая замена, известная как «Техасская подмена». Надеюсь, видео вам понравилось. Можете смело поделиться и не забудьте подписаться. И, как говорит Арни, «I'll be back» через две недели. Не унывайте, ребята, и всего вам пока. Перевел и озвучил Сергей Афонин. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Дима Торзок 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 Продолжение следует...